Джон Грин Эта книга нам рассказывает о двух подростках. Девушка больна, больна очень долго, и она прошла тот период, когда она практически умерла, но все-таки лекарство, вот эта вот пробная терапия, скажем так, она помогла ей. Вот, и она познакомилась в группе поддержки с другим подростком, который также был болен раком, и ему ампутировали ногу. Видно, что парень к девушке испытывает огромнейшие теплые чувства, но девушка при этом закрыта. И вот как раз-таки ее вот эта главная проблема в том, что она боится. Она про себя говорит, что я как граната, когда я умру, я зацеплю очень много людей, и я не хочу поэтому подпускать к себе много людей. Пусть это будут родители. Вот. Но молодой человек все равно борется за нее, находит общий интерес, очень красиво ухаживает за ней. И в итоге они сходятся на одной общей книге. Объединяет двух этих подростков книга «Царский недуг». Они оба безумно влюблены в эту книгу, и им очень интересно, чем же она закончена. Очень много произведений, где молодые люди влюбляются, и обычно это девушка, и она умирает в конце, и вот парень живет дальше. А здесь нам показано, то есть, как вот эта вот типичная, так скажем, девушка из произведений, которая умирает, встречает парня так же больного, когда-то больного. И то есть вначале мы же думаем, что вот он с ней простится, и вот нас подготавливают к этому. А на самом деле нам показывают, вот как раз ей показывают, каково это. Вот, и на это очень интересно наблюдать, то есть как она это переживет, то есть самый свой главный страх она пережила, переборола, и стала гораздо сильнее и спокойнее. Главная цитата в этой книге, которая повторяется не раз и просто переплетается во всех сюжетах, это «Боль хочет, чтобы ее чувствовали». Вот, и первые разы, когда я ее читала, для меня, наверное, была как романтизация, вот депрессии, боли, что я такая вот, ну, томная очень, мадам. Вот, но со временем, как бы, с учетом опыта, с учетом работы моей, я поняла это для себя немного по-другому. То есть для меня боль – это как сигнал, как красный флаг того, что что-то идет не так, то есть как наше тело может сигнализировать, когда мы там ударимся ногой, мы чувствуем боль. Организм говорит, что что-то пошло не так. Нужно посмотреть и вылечить себя. Вот. Или же, когда в нашей жизни что-то идет не так, это сигнал нам о том, что нужно посмотреть в эту сторону, нужно решить проблему. И когда мы начинаем прислушиваться к миру, действительно, и к людям, и к своему телу, становится жить проще и легче. И все жизненные уроки проходят с удовольствием. Книга читается на одном дыхании. Я ее причитывала много раз в путешествиях, то есть куда-то едешь, в поезде там, и читаешь прекрасно. Основная целевая аудитория – это подростки, потому что и рассказывается там про подростков. Но я думаю, и взрослые люди также найдут интересные моменты и взглянут под другим углом, то есть более обширно, более масштабно они выделят для себя какие-то детали даже в своей жизни. Так что я очень советую к прочтению в принципе для всех людей.